Поток машин точно такой же, как и днем. И я считаю, что это только благодаря торговым центрам и ресторанам, которые работают сейчас долгое время, у людей есть возможность ходить и купить все, что тебе необходимо. А в те времена, да, в 6-7 часов все закрывалось. Уникальные кадры. Ноябрь 93-го, пожалуй, самый первый по-настоящему клубный вечер в Казани. Место действия – только что открывшийся первый ночной клуб города «Фламинго». Живая музыка на крохотной сцене среди танцующей публики и снующих с подносами официантам в исполнении группы «Мираж». «Азия», «Фламинго», «Эйфория», «Арена», «Шершеляфам», «Доктор» – эти названия в первой половине 90-х ласкали слух тех казанцев, кто не спешил домой к телевизору после трудового дня. Первые ночные клубы города вырастают из студенческих дискотек. На тусовках «Белден Макс» в Униксе, «Нопа Саран» в ДК медработников и в НКЦ «Казань» местная молодежь могла неплохо оттянуться, но и только. Для тех, кто хочет совместить приятное с полезным, то есть модную музыку и хорошую кухню с более-менее уютной атмосферой, Казань в начале 90-х в лучшем случае могла предложить так называемые дискобары. Гродбар на Чернышевского, ныне он в руинах, и бар молодежного центра. Ныне это концертный зал «Акбарс». Там есть девчонки, которые постоянно сидят в грудбаре, которые в курсе всего. То есть они действительно какие-то особо привлекательные, что ли, были на тот момент. Они были, естественно, подруги бандитов или там их сестры и все такое. Поэтому им было, наверное, всегда звольно ходить как угодно, в чем угодно, вести себя вызывающе. Как правило, первые ночные клубы Казани создаются либо на деньги, либо при участии криминального бизнеса. Для новых хозяев жизни в Новой России на первый план выходит уже не музыка, ее стиль и направление, а клубная атмосфера и возможность осуществления своего криминального бизнеса. Случайные посетители многочисленных городских дискотек обращают внимание на необычное поведение некоторых постоянных клиентов в танцевальных площадках. Врачи-наркологи по этим признакам диагностируют прием молодыми людьми синтетического наркотика, который на жаргоне называется экстези. Я прям помню этот день, когда люди приезжали оттуда и говорили, там сегодня была презентация экстези, то есть их просто раздавали. На, попробуй, на, попробуй, на, попробуй. То есть таким образом вот произошел первый, наверное, перехлест наркокультуры, вот этого наркобизнеса. Поэтому иногда в казанских ночных клубах гремела не только музыка, но и выстрелы. Кровавая бойня по сценарию американских боевиков произошла сегодняшней ночью в клубе эйфории, что на горках. Четыре вида оружия было использовано преступниками, есть убитые. Так весной 97-го из-за криминальных разборок с применением оружия был закрыт культовый ночной клуб эйфория на горках. И хотя после этого в городе на какое-то время воцарилась великая клубная депрессия, открытие новых заведений было уже не остановить. Хорошая кухня, интересная развлекательная программа, немного эротики. Вот три главных кита, на которых собирается строить свое будущее, новый ночной клуб Азии. Как вы сможете в этом заведении уберечь его от тех людей, у которых пальцы веерами, которые превращают любые культурные места в забегаловки? Это не только наша задача, я знаю, что с этим борются все. Я дело в том, что впервые привез травести в Казань профессионально. Это шоу «Ночные королевы» из Ижевска. Один из первых шоуменов Казани, Валерий Колоколов, ныне обосновался в Сочи, показывает фокусы и видеошоу программы в местном ночном клубе. В столицу будущих Олимпийских игр уехал после того, как в Казани провалилась его попытка открыть гей-клуб. Кстати, идеологом сексуальной революции в нашем городе стала женщина. Во второй половине 90-х в Казани открывается шурале. Любовь, она неопределенно ни женская, ни мужского пола, не спрашивает, когда сучится, скажем, сердце, когда сучится сердце. Вот. Она приходит и все. Меня даже судили. Судили. Даже сумму штрафа, помню, 250 рублей. Впрочем, хозяйке гей-клуба, казанской бизнес-леди Нуреи Шакировой, критике было не привыкать. Именно она открыла в нашем городе самый первый магазин интимных товаров. Значит, я поехала в Москву, познакомилась, вошла в ассоциацию, ассоциацию культуры и здоровья, и начала работать. По тем временам к делу подошли серьезно. В штат работников магазина, кроме продавцов, входили также сексопатолог и психотерапевт. Смотрите через неделю в заключительной части проекта «Казань до и после». Само совершенство, новости от Ларисы и ФАМ-ТВ. Эволюция программ «Не для мужчин» на местном телевидении. Продолжение следует...